Молчание Молчание Тщетно вызывает старик образ унесенной дочери, чтобы добиться признания. Тщетно вращается он к несчастной матери, которую паралич лишил языка. Отовсюду отвечает ему Молчание. Молчит дом. Молчит сад. Краткое содержание без конца. Помните, может быть. Не очень. Не очень. Не очень. Вот. Понятно, да? Краткое содержание понятно. Вот. Рассказ называется Молчание. Есть переводы, конечно, на западные языки. Какие? Вот. Можно второй слайд. На английском языке. Silence. Есть. В 1908 году Джон Корнос. Первый перевод, который пересдавались. В 1923-м, в 1910-м. Это я в интернете нашел. И есть другой перевод того же времени. Low. тоже silence. Silence. В принципе, нормально. Молчание, да? Молчание. Другой слайд. На французский язык. Того же года рассказ был переведен как Le silence. Добавляется артикль, да? И есть старый перевод, который потом пересдавались. В 90-х годах. И более современный перевод, Софи Венек, Le silence. Пока все нормально. Софи Венек, это она была у нас. Да? Угу. Следующий. На итальянском языке нашел два перевода. Один перевод, Дукеса Д'Андрия. В 1939-м году опубликовался. И потом пересдавался. Пересдавался перевод. И Это Релогато, известный. Да, славист. Очень известный славист. Тоже перевел этот рассказ. И тоже он выбрал название «El silencio». Пока все понятно. И еще. На испанском языке один из самых известных переводчиков, Рафаэль Кансино-Сассенс, В 1955-м году перевел рассказ «El silencio». Это не единственный перевод на испанском языке. Есть другие, которые тоже называются «El silencio». Кажется, все нормально, да? Какая проблема? «El silencio». Ну вот. Начинается проблема. Всегда есть проблема. Когда начинается вторая глава, мы находим эту фразу. Это не словарь. Это Андреев решает так. Задача. Давайте сделаем какой-то мастер-класс. Я предлагаю индивидуально. Индивидуально. Я вам дам пять минут. Спасибо, дорогой. Пять? Даже если 50, не найдем. Ну, 10 минут. Переводите эту фразу на ваш язык. Индивидуально. Я предлагаю сначала индивидуально, а потом носители каждого языка обсуждают, что здесь происходит. Да, предлагаю русским людям, обсуждать. Чем отличаются тишина от мальчания? В каких случаях они синонимы? В каких случаях они не синонимы? Имейте в виду не только словарные определения, а употребление. Да? Может быть, найдете правильное, точное определение? От чего зависит? Кто объяснит из русских? Нет, но Андреев уже ответили, правильно? Вот, это вопрос, да. Согласны ли русские люди, русские носители с этим определением? Я спросил у нескольких. За нас поработал Андреев. Да. При молчании нужен субъект, который молчит. А для тишины употребление может молчать. Ну, давайте пока договорились, так? Давайте индивидуально сначала. Я бы хотел понять, как это будет. На испанском, на английском, на французском, на итальянском. Ну, понятно. Есть другие? На фарси. На фарси? Пожалуйста. Вдруг у вас все понятно. Но сначала индивидуально, а потом вместе обсудим, какие проблемы есть. Может быть, нет вообще никаких. Я как раз возле могилы Толстого, есть зона тишины, а не зона молчания. А почему? Какой субъект? Вот. Зона тишины. Я понимаю, что молчи. Мне говорят, молчи. Мне говорят, а, хорошо, здесь тишина. А, хорошо, здесь тишина. Нет, мне говорят, молчи. Тихо, мне говорят. Зона тишины. Тихо. Тихо или молчи. А там что написано? Зона тишины или зона молчания? Минута молчания. Зона тишины. На, не могу. Тишина, да? Да, зона тишины. Зона тишины. Но минута молчания. Вот просто. Молчание – это отказ говорить. В русском языке? Ну, посмотрим это, как перевести это на западный язык. Обращайте внимание. Рассказ называется молчание. То есть, silencio, silence, silencio, silencio. Будем сохранять название или не будем. Традиция говорит, что silencio, silence, silence, silence. А тишина, как по-испански. И молчание, если нет. А вот, если нет. Сейчас уберите. Не совсем. Не совсем. Это же интрига. У вас нет разницы. Есть. Есть. Тоже есть. Ну, да, пока вы не делаете слово. Ну, тишина и молчание, что-то внешнее. Молчание – я молчаю. Субъект молчит. А въед – субъект. То есть, молчание. Имеет два варианта. Гамли говорит, дальше – тишина. В одном. В другом говорит, дальнейший – вообще. Вот. Подождите. И увидите, еще есть еще третий вариант другого рассказа. Это был для других всех свежей. Написал, я не знаю, как это по-английски. Я думаю, что silence. Я думаю, что silence. Я думаю, что silence. Я думаю, что silence. Трудно? Попали. Трудно? Готовы? Пять минут кончилось. Давайте, давайте, дальше. Первый вопрос. Довольны ли вы вашим переводом? Нет. Нет. Никак. Никак. Чехия, да? Ну, да. Коста? Махнас. Махнас. Махнас переводится одним словом «сокрут». Да. Вот одно слово. Это очень трудно. Придется вот это исполнить. Надо объяснить. Но это очень трудно. Но можно. Ну, может быть, сейчас я не могу, вот это правильно. Ну, понятно. Но можно. Например, вот в маленьком домике наступило молчание. Не из-за того, что никого нет. или никто не говорит, да, потому что это было, это, потому что молчание, это как, да, нет, не получается. Надо, вот, надо еще хорошо, да, подумать. В следующем году, в следующем году, я предлагаю вот следующее. Перед тем, как обсуждать вместе, да, посмотрим, что случилось с существующими переводами. Что случилось? Я, к сожалению, не нашел на итальянском и не нашел на французском. Нашел на английском и на испанском. Ну, испанский, итальянский, вы поймете. На английском языке. Два перевода. Читайте, пожалуйста, на английском языке. Давайте. Англоговорящие, вот. Англоговорящие придумали два варианта. Сера придумала wordlessness, а я сказал, что это слишком длинное, и философское, и абстрактное. А я придумал stillness, честное слово. Так что я согласен со вторым вариантом. Первый опускает один stillness раз. Я думаю, что не надо. Два раза надо и молчание, два раза stillness. Тоже, с теористической точки зрения, silence, stillness, а литерация хорошая. С моей точки зрения, хотя это не в русском языке, но все-таки интересный стилистический намек, который связывает эти два существительных трибулах. Спасибо. Насчет английского языка, что я делал? У меня есть знакомые, англоговорящие, в Австралии, в Англии, в США. При этом они хорошие читатели. Я не говорил, о чем все это. Я просто говорил, ну, посмотри, читаю на английском. Тебе понятно все это? И все три не были удовлетворены этим переводом. Они говорили, что стильность – это больше отсутствие движения, чем отсутствие звуков. Поэтому им не нравилась стильность. Они говорили, ну да, понятно, но не совсем понятно. И один из них говорит, наверное, это ошибка переводчика. Ну вот, австралиец, англичанин и американец. Вот разные варианты английского языка. Говорили, потому что absence of sounds, that is silence. Вот это silence, отсутствие звуков. А здесь приписывается стильность, то, что на самом деле это silence. Вот, тогда сочернем. Не, шутка, конечно. И еще. Здесь, не знаю, может быть, может быть, не всем понятно, что здесь происходит на испанском языке. Ну, само по себе слово «tranquillidad», мы в принципе все согласны, что «tranquillidad», «tranquillite», по-итальянски есть, да, «tranquillita», это «далеко не молчание», «далеко не тишина». Это «далеко не тишина». Хотя… Спокойствие. Хотя… Да, да. Потом, то здесь происходит. Андреев сам определяет тишину как отсутствие звуков. А здесь просто аусенсия, cuidados, ну, завод, хлопот, да, завод, отсутствие звуков. То есть уже придумали, я не знаю, как они поменяли. Я боюсь, ну, сомневаюсь, подозреваю, что это не перевод, скорее всего, с русского языка. Оба перевода слишком похожи, ошибки очень похожи. Скорее всего, перевели с французского. Но это я не уверен, ну, я не нашел. Я хочу найти на итальянском языке и на французском языке. Это больше не подходит, это абсолютно не верно. Ну, раз мы здесь, я сейчас хочу слушать, вот, англичане уже говорили, извините, англоговорящие уже говорили, итальянцы. Анелиза будет чихотлеяна. Да, да, волны? Нет, нет. По-испански мы могли бы быть «quietud». У нас две фракции, если быть в испанском. Ну, нормально. Каталония, Каталония и... Барселона и Мадрид. Натурально говорящие по-испански, они со мной, в общем-то, не очень согласны. А я не говорю, я испанец, да? Я же русская. Вот, но я бы предложила, вообще было бы другое слово, тоже не совсем точное. Я бы назвала «ламудэс», это была бы не «мота». «Лакаса секеду мудэс». «Лакаса секеду мудэс». Слушай, а нет оттенка на мудэс. Конечно, что мы думали, что это физически недостаточно. Как что, есть? Вот, вот. Поэтому они могут быть. Поэтому они могут быть. Нет, нет, нет. Но если это оказывается секеду мудэс, тогда это не физически. Это просто никто не говорит нам. Секеду мудэс, это другое оказывается мудэс. Елена, есть предложение на французский? Нет, я несколько раз уже сталкивалась с этой проблемой. Есть, конечно, потому что слово «мюльтисм». Можно применить, но это не совсем молчание. Потому что мюльтисм, это обязательно единоличное. Вот это когда один только человек и не может, не умеет, не желает. А тут молчание, это все-таки от человека, но это все-таки в доме молчание. Так что вот я опускаю руки, я не знаю. Потому что здесь, притом, это как определение в словаре. Вот тишина, вот молчание. А, конечно, по-французски все эти слова, как молчание, которые от глаголов, их можно восстановить в глагол. Вот сказать. Но это уже будет ложным в отношении вот к структуре фразы, когда действительно все тут идет определение. Так что я руки, я пас. Можно назад, где фраза находится? Вот. Ну, это, конечно, Коста. В этом случае, мне кажется, не наступило молчание, а немного, ну, теперь фразировать, передать смысл. Со дня похорон в маленьком домике, как будто все дали обед молчания. Почему? Потому что молчание, молчание, и что, садим, то нет, ну, как будто все дали обед молчание. Как в литературу речи, в сказали обед молчание. Нет вопрос, что никакой там нет. Только все мучаются, что такое молчание, что это? Так, ну, это, конечно, первое, что, по-моему, вот, есть понятно. Словари нам не помогают. Я искал в словарях английского языка, старых, новых, итальянский язык, французский язык, даже в русском языке. Словари не совсем помогают. Тогда, ну, в форумах спрашивают просто у других. Ну, всегда делаю вид, что я ничего не понимаю, и спрашиваю, как это, как вы думаете. Ну, я скажу то, что я нашел в поисках, да? Ну, то, что меня удовлетворяет, по крайней мере. Тишина – это отсутствие звуков. Это точно. Это не отсутствие движения. Молчание – это отсутствие речи. Это первое, да? Отсутствие звуков – это не то же самое, что отсутствие речи. А другой критерий, который, по-моему, можно выдвигать, разный, ну, чем отличаются тишина и молчание? Воле. 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 Тишина – это естественное явление. Если я говорю по-испанке «el silencio de la noche» – «тишина ночи» – это естественное явление. А если я говорю «молчание ночи» – это уже другое, потому что я предполагаю, что ночь может говорить, но не хочет. «El budismo de la noche». Ну, короче, ну, все понимаем, да, разницу? Тишина ночи – молчание ночи. Вот это, можно… Вот это, что касается, ну, лексических поисков. А главное знать писателя. Вот главное здесь, переводчик должен знать писателя. Я достаточно хорошо знаю Леонида Андреева, очень мне нравится. И вот здесь я вижу, что это типический прием у него. Все, обычно, не все, но у Андреева все приобретает метафизический характер. Понятно, что дом мальчит. Ну, понятно, что дома не говорят, сады не говорят. Но у Андреева – это вот метафизический характер. Они могут говорить, но не хотят. Надо читать рассказ, конечно. Это как без… Если не читаем рассказ, не будет так понятно. Но, в принципе, священник Игнатий спрашивает не только у живых людей, и он хочет знать, почему это. И вот дом не отвечает. Это не тишина, это молчание. Сад, солнце не отвечает. Мальчат, не хотят ему сказать. Вот то, что по-испански называется «ангустия», немецкое слово «ангст», очень хорошо передается этим различением. Какая проблема? Почему здесь, по-моему, наши переводы нам не очень нравятся? И вот такие проблемы. Стильность – не совсем, транквилитет – не совсем. Я думаю, что, может быть, первый переводчик решили, что молчание – это силенция. Остальные, как бывает, ну, два года назад я сказал, помните, что переводчик должен знать традицию перевода всех произведений. А я считаю, что здесь традиция подводит. Если мы придерживаемся перевода молчания как «силенцию», сталкиваемся с этим проблемой. Мы не знаем, как перевести тишину. А я буду переводить этот рассказ, это чилистское издательство заказало мне несколько рассказов. А у меня я буду против традиции. Вот мой перевод будет называться «Мутисмо». Рассказ Андреева не называется «силенцию», называется «Мутисмо». Потому что, читайте текст, пожалуйста, читайте рассказ. Речь идет не о «силенцию», не о «сайленс», идет о «Мутисмо». А это как-то «Мутисмо»? «Мутисмо»? Нет, «Мутисмо» – это имена. Ну, и нет раз, нет. Это не «Мутисмо»? Нет, «Мутисмо» – это имена. Может быть, когда человек не может, есть проблема. Лива не хочет говорить. Слово «Мутисмо» подчеркивает, это мое мнение, слово «Мутисмо» подчеркивает волю, волю всего окружающего. Это тишина, молчание всего окружающего. Это, как это слово по-русски? Это желательное молчание. Это могут говорить, все могут говорить, но не хочет говорить. «Мутисмо»? Как «Мутисмо»? Как «Мута»? Нет, нет, это не может говорить. Нет, «Мута» – это мудэс. Это человек не может, не может говорить. Здесь проблема. А это я могу говорить, но не хочу. Не хочу говорить. Единственный минус может быть, что, по крайней мере, на испанском языке, я не знаю, как на итальянском, на французском, на английском, слово «Мутисмо» не очень употребляем. Не очень употребляем, хотя понятное слово, но, в принципе, всегда ищем способ, чтобы переводить молчание, как «силенсио». По-испански говорим «guardar silencio», «keep silence». И через слово «silence», «silenzio», «silence» мы переведем молчание. Но в этом конкретном рассказе слово «мутизмо», хотя мы не пользуемся, не употребляем, просит свое. Вот слово «мутизмо» испанское здесь встает и говорит «я здесь существую, ваше слово «силенсио» здесь не подходит. Это моя область. Это «мутизмо». Повторяю, я хорошо знаю рассказ, может быть, вы не помните. Читайте рассказ, потом увидите, насколько это так или нет. Вот, Джулия. Да, но просто как раз я хотела спросить по-испански, это звучит нормально. В принципе, нет, да? Если это назвали книги, и мутизмо по-италянски... Вот это не знаю, Глория справа. У нас это... Я думаю, что это на самом деле то, что нужно. Мутизмо. Потому что мутизмо то есть точно это... Не хочу говорить, но не хочу. Не говори, просто... У нас есть мутизмо, как... Соградите, какая-то книга в эфизме. Есть артизмо. Мутизмо. Ну, не мутизмо. Да, это книга о болезни. Это другое. Да. Нет. Сразу как-то... Я мутизм подумала. Ну, сразу. Но почему здесь вот, если действительно работает по-испански, французский не работает. Не получается. Почему? Я сейчас как-то... Немножко не понимаю. Потому что... Я думаю одно, что вот наступило молчание, это все-таки что-то всеобщее в доме. А мутизм у нас, это может быть только один единичный человек. Более одного человека. Не может быть есть мутизм... Не нельзя говорить ле мутизм де ла нуй? Ле мутизм де ла нуй? Ле мутизм де ла нуй. Леси... Ни в коем случае. Ника. Пойпас ты можно? Нет. Это может быть такая острая метафора. Не так. Да. Да. Это может быть у нас. Семантические поли. Французский... Да, да, да. Семантические полианы совпадают. Пойпамили еще... Я никогда не читал Эль мутизм де ла ночь. Ну, воспринимаю нормально. Ну да. Семантические полианы. Нет. В сроку слова противопрепления французский язык очень такой застывший. Так что вот очень трудно приведить вот мутизм к... Заканчиваю. на русском языке это называется силенцио, сайленс, сайленс, без проблем. А как называется на русском языке рассказ Эдгара Лампоу сайленс. Тишина. 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 Надо всегда читать рассказ. Наверное, все правильные. Каждый перевод, хочешь не хочешь, подчеркивает разный момент. Я читал, где каждый раз, когда появляется слово silence, первый переводчик пишет тишина. Хорошие переводы в этом плане. И каждый раз, когда появляется слово silence, другой переводчик молчание и бессмолвие. В один момент дьявол приговаривает лес, молчать или бессмолвие, к бессмолвию, к тишине. В русском языке каждый воспринимает по-другому. В английском это silence. У Джека Лондона есть рассказы про север, и там всегда называется белое безмолвие. Вот там эти несчастные собаки путешествуют, и белое безмолвие. А как по-английски? А почему вы думаете, Чучер, написав северное на русском языке, название назвал по-латыни Сленциум? Он не выбрал, он не мог перевести на русский язык. Он не хотел называть безмолвие, он не хотел называть молчание, он не хотел называть тишина, он не мог найти соответствия с Сленциумом в русском языке. Почему Чучер назвал свое русское стихотворение Сленциумом, а не безмолвие, не молчание, не тишина? Значит, в тот момент, в тот момент языковой практики, он не находил прямого, точного соответствия с Сленцией. Это звучит торжественное слово. Очень торжественное звучит. Сленциум. Сленциум. Еще одно. Вот, сам тот прилагательный, мюет, прекрасно подходит. Вот мюнтизм слишком как-то... Одна из проблем это, что есть глагол молчать. На испанском языке есть такой глагол, кальяр. Но у нас нет существительного. Кальярес. Кальямиент. Кальямиент. Была бы это имена? Была бы это имена? Кальямиент. Но у нас есть глагол кальяр. Но у нас нет существительного. Вот проблема. По-французски не знавес. Сетер. 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 Существительное есть? Нет. Сетерман. Летерман. Летерман. Да, да, да. Я не знаю. Что они хоть вспомнят из присутствующих, но у Бальмонта есть стихотворение безглагольность. Это же не обдовывает. Какой-то безглагольность. 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 У Бальмонта есть безглагольность. Но самому загубляет компонент молчания безглагольности. Только хотела добавить, что Тюрчер начинает стихотворение словом «мальчи», это «силенцио», но первое слово это «мальчи», то не «мальчи». Главное, что на испанском языке, наверное, тоже на французском, на итальянском, «силенцио» означает и тишина, и «мальчание». Вот, мы говорим, да, «мальчи», «силенцио», и «мальчание», и «тищина». Но в этом рассказе, когда автор строго разделяет, мы должны уже, вот, либо сохраняем традицию, тогда уже слово «тищина» переведу как-нибудь. Киетуд, транквилит, уже не то. Либо я изменяю традиции. А когда первый перевод с русского, конечно, мы должны просто создавать новую традицию. Перейдем к женщине. Ну, давайте сделаем покороче, да? Да, давай. Уже работали. Ну, просто, такой, это уже нюанс. Я не буду говорить, что здесь есть плохие переводы, хорошие переводы. Здесь это просто нюанс. Вчера в этом чуть-чуть речь шла, когда Лена говорила, ну, это перевод «уна-масурка», «ла-масурка». Да? Первая любовь. Это все, да, точно, да, все помнят, все знают, все помнят эту повесть, да? Ну, в один момент, когда почти начинается история, находим, вот, читайте эту фразу, да? Примерно здесь главное понять, что это 16-летний мальчик, подросток, который впервые открывает любовь. Это очень, ну, такой психологический момент, да? Поэтому в то время образ женщины – призрак женской любви, да. Следующий. Вот, я перевел эту повесть на испанский язык, и я остановился здесь. Когда я перевел, вот, я сделал паузу. Потому что, о чем я хочу говорить? В принципе, отсутствие артиклей в русском языке – это не вызывает проблем. Когда переводим на языки, где есть такая грамматическая категория. Мы интуитивно просто понимаем, здесь какой артикль, может быть, нет артикля. На немецкий, на итальянский, на французский, на английский, на испанский. Это обычно не вызывает никакой проблемы. Ну, вот, здесь написано, да, в то время образ женщины – призрак женской любви. Давайте будем сосредоточивать только на образе женщины, вот, да. А я думал, а как это? С какими артиклями? Я буду переводить это. Я, ну, идея была, чтобы мы вместе опять работали. Давайте покороче, да, будем? Да. Я просто покажу примеры разных переводов на западные языки, где есть артикли. Вот, вы читаете, почувствуете разницу. Я нашел только один перевод на итальянском языке. Есть на английском, на французском, на немецком и на испанском по два перевода. Следующий слайд. The image of women. Только этот отрывок, да? Известный Константс Гармен. Эмоган. The image of woman. Второе. The image of a woman. Носитель испанского. Английского. Майкл. Майкл, что вы говорите, что вы нам скажите? The image of woman. The image of woman. The image of woman, да, это звучит... Это обобщенное. Это звучит как прав, the image of woman. The image of a woman. But a woman, да, это звучит как прав. The image of a woman. The image of a woman. Наверное, все переводы хороши, я не говорю, что плохо или просто. Мы должны решить, какими артиклями здесь будем писать. В русском языке этого нет. А мы должны либо уна, либо без артикля, либо э, в случае английского языка. И следующий слайд. Следующий. Посмотрите, да? Посмотрите. Ле фантом, ле фантом, ле фантом, ле фантом. Ле фантом, а вот, это, старая час. Ле фантом. Ле фантом. Пас, уни фантом. Это не французский. Это не французский. Это не французский, а берин каминский. Изверный период. Это не французский. Но тут Ростислав Хоффман, это тоже не французский. Это красиво. Это красиво, красиво, гладко, и второе. Да? Это очень красиво и гладко, но может быть. Я не помню. Следующий. Вот. Я не знаю, ну, как с немецким. Но все-таки будет понятно. Все-таки будет понятно. Посмотрите. Das Bild eines weibes. Eines. Неопределенные артикли. Una. Une. Das Bild der Frau. Der. Определенный артикль по-немецки. Вот. Это, кстати, первый, это причиненный перевод. Тургенев жил, когда перевели на немецкий. Тургенев умер через два года. Уже очень старый перевод. Eines weibes. Неопределенный артикль. Современный перевод. Вот. Das Bild der Frau. Der Frau. Der. Определенный артикль. Дальше. Но нашел только один перевод на итальянский язык. L'imagine di una donna. Il fantasma dunamore feminelli. Ты думаешь, что нельзя. Нельзя. Il samadile dunamore feminelli. Eri danno vazzarelli. Новый перевод. А я не знаю здесь насчет итальянского языка. Можно сказать... L'imagine di la donna. Можно. L'imagine di la donna. L'imagine di la donna. L'imagine di la donna. Обобщенно. L'imagine di la donna. L'imagine di la donna. L'imagine di la donna. Я не говорю, что... По-моему, все... Ну, оба перевода правильные. Здесь нет выбора. Мы должны употреблять артикли. В наших языках. Первый перевод я нашел в интернете. Не знаю источник. А второй мой. Это мой перевод. Я понял, что образ женщины вот здесь повествователь не говорит об одной конкретной женщине. Хотя понятно, что должна быть одна конкретная женщина, иначе не возникает. Но мне... Я выбрал вот обобщенный вариант. Образ женщины, как... L'imagine di la mujer, как... Почему? Может быть, в Аргентине мы очень чувствительны. Ну, психоанализ у нас очень распространен. Мы все лежали на диване, долго обсуждали. Наши проблемы, это специфика, аргентинская специфика, как в Париже, тоже в Нью-Йорке. Мы все как-то нестабильно. Вот. И... И вот, поэтому я понял, что здесь главное дать понять, что мужчина, 16-летний мужчина, открывает любовь, открывает образ женщины, открывает la imagen de la mujer, как таковой, образ как таковой. Что такое женщина? Ну, это я выбрал. Я не говорю, что так у нас мухарь... Я не вижу даже огромную разницу. Ну, вот, есть такой нюанс. В русском языке нет артиклей. Это почти не всегда. Это всегда проходит мимо. Ну, есть такие моменты, когда у нас нет выбора, определенный артикль или неопределенный. И мы должны более эксплицитно сказать то, что в тексте находится так, не совсем образ женщины. Как русские понимают? Я спросил у русских тоже. И так и так понимаю. Образ женщины как обобщенная. Ну, есть русские люди, которые мне говорили. Но в конкретной женщине не появляется образ женщины обобщенная. А здесь, ну, Зинаида, это женщина, да, в которую влюбляется Вольдемар Владимир. Потом поговорим, почему я не выбрал это. Эспектр у меня вызывает шекспирские отношения. А, хорошо. Это тоже поскольку психоанализация. Да, да, да. Не тадо. Ну, эспектр, не знаю. Шекспире, да. И эспехизмо, ну, по-испански эспехизмо это как мираж по-французски. Чё-то фальшивое. А здесь не фальшивое. А химера? Химера. Зайси. Химера. Ну, ла химера дэл аморфэм. Нет. 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 А, да, битвор юго. Гадди. Ну, в принципе, всё. Не знаю. Есть ещё комментарии, вопросы. Браво. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Браво. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...